В ведущем вузе нашей республики Хакасском госуниверситете имени Катанова накоплен солидный научный потенциал. ХГУ проводит исследования по двум десяткам направлений, пять из которых входят в число приоритетных направлений развития науки, технологии и техники России. Поиск ведется практически во всех областях знаний. В ХГУ несколько научных школ, получивших российскую известность. Одна из них работает под руководством доктора ветеринарных наук профессора Виктора Чумакова. Школа профессора Чумакова существует в сельскохозяйственном институте с 1995 года. За этот период ученики Виктора Юрьевича достигли достаточно больших результатов. Нами была изучена морфология лимфатического русла многих видов домашних животных и сельскохозяйственных. И также на основе знаний о морфологии лимфатического русла ученики школы Виктора Юрьевича занимаются разработкой авторских способов лимфотропной терапии. Лимфотропная терапия достаточно новое веяние именно в ветеринарной медицине. Данная методика позволяет достичь фантастических результатов. С помощью лимфотропной терапии нам удается значительно снизить дозу вводимых медикаментозных препаратов, значительно сократить сроки лечения. Препарат, не повреждая лимфатических капилляров, благодаря увеличению порозности попадает именно в лимфатические капилляры и по ним физиологично поступает в региональные лимфатические узлы. Далее там концентрируется и длительное время находится именно в лимфоузлах, распределяясь таким образом по лимфатическому региону органов. По результатам работы Евгения Складнева и ее коллеги получили 6 патентов на изобретение. Ей вручена премия председателя правительства Хакасии за внедрение авторской методики лимфотропной терапии. Ее коллега, также ученица Чумакова, доктор ветеринарных наук Елена Безрук, работает в другом направлении. Она хирург. По ее методике удается успешно оперировать и лечить животных самыми тяжелыми травмами. Научная деятельность связана с применением мембранных технологий. Непосредственно в центре патологического очага это диффузия, осмос, так сказать, клеточная фильтрация. Достаточно просто в применении, легко в выполнении. И данные методики можно выполнять в любых условиях содержания животных. Ну, в частности, в условиях фермы, поля, зоопарка. Приходилось работать даже в заказниках с дикими животными. Вводится небольшая капсула, она представляет из себя мембрану. Туда заполняется специальным раствором, который втягивает через эту мембрану токсины и оставляет полезный клеточный материал, который используется организмом для построения, так сказать, регенерации. Через эту же мембрану можно вводить в организм лекарственные вещества по необходимости. Метод очень вариабельный, то есть по состоянию животного на ходу можно менять состав раствора и так далее. Животные нормально к этому относятся, их это не пугает, им не больно. Елена Безрук также имеет несколько патентов на изобретение и награждена премией председателя правительства республики за научные достижения. Практически все научные исследования сейчас проводятся с привлечением нескольких источников финансирования. Ученые получают гранты, участвуют в целевых федеральных и республиканских программах, а университет осуществляет софинансирование. По такой схеме вот уже больше 20 лет проводится изучение этноконфессиональной обстановки в республике. Коллектив под руководством Юрия Аксютина проводит социологические исследования. В целом обстановка в Хакасии стабильная, но ученые отмечают и тенденции, требующие дополнительного изучения. Мы на длительный период времени, с начала 90-х годов по 2013 год, наблюдали устойчивый рост так называемой национальной гражданской государственной идентичности. В связи с, возможно, внешнеполитическими событиями, с миграционными потоками ситуация сейчас меняется, но меняется очень интересным образом, то есть конфигурация приобретает определенную специфику. У нас стабильная, например, гражданская и государственная идентичность, когда люди разделяют представления, характерные для всего социума, в целом для российского. С другой стороны, наблюдается рост не региональной, но этнической и конфессиональной идентичности. Наша следующая задача, задача на ближайшие перспективы, это проведение повторных исследований и выяснение все-таки сути тех процессов, которые происходят, чем они могут обернуться. И на основе анализа этих данных уже разработка не только модели региональной взаимоотношения тех самых этнических и конфессиональных сообществ, но и предложения по оптимизации политики государственной власти в среде межэтнических взаимодействий. Одна из самых молодых специальностей в университете «Лечебное дело» состояла всего три выпуска врачей. Но медицинская наука в ХГУ активно развивается, авторские методики лечения защищены патентами. Открыта аспирантура, и в этом году один из выпускников подготовил к защите первую кандидатскую диссертацию по лучевой диагностике. Это научное направление ведет Оксана Килина. Первые вообще аспиранты, которые в ХГУ поступили, это люди, которые поступили на специальность лучевую диагностику. Это врачи-рентгенологи, врачи ультразвуковой диагностики. Ну и первый, я надеюсь, защитившийся человек тоже будет по специальности лучевой диагностики. Тем самым мы открываем, то есть у нас будет первый защитившийся аспирант в ХГУ по медицинским специальностям и конкретно по специальности, связанной с лучевой диагностикой. А задача нашего направления – это совершенствование методов диагностики. Естественно, мы не работаем над тем, чтобы разработать новый прибор. Это очень глобальная задача. Мы пытаемся применить какие-то новые подходы к методикам, то есть модифицировать методику так, чтобы она стала более точной, или более экономной, или более быстрой, более удобной и более полезной для практического применения. Одно из старейших научных направлений – филология – стоит особняком в университете, поскольку только здесь есть не только аспирантура, а работает собственный диссертационный совет. Нашему совету уже 10 лет. Первые защиты прошли в нем в 2004 году. Тогда он функционировал в качестве разового. Но практика показала, что он может работать на постоянной основе, и с тех пор в нашем совете защищаются докторские и кандидатские диссертации по специальности «Русский язык». Сегодня наш диссертационный совет принимает диссертации на соискание кандидатов и докторов филологических наук по специальности «Русский язык». Только в 2013 году в нем было защищено 12 диссертаций, одна из них докторская и 11 кандидатских. Ученых из Новосибирска, Красноярска, Лиссосибирска, Омска и, конечно же, наших аспирантов, которых было 3 из 12. А за все годы работы совета в нем были защищены около 40 диссертаций. 18 из них подготовлены аспирантами ХГУ под руководством докторов наук Ирины Бекарской, Галины Пановой, Алексея Коняшкина. Все диссертации получили одобрение высшей аттестационной комиссии, что говорит о качестве работы диссовета. Тематика исследований самая различная. Я могу назвать темы, которые были связаны с изучением изобразительно-выразительных средств, имеется в виду разных средств различных уровней, то есть фразеологических, синтаксических, которые так или иначе помогают формировать прагматически значимую речь. Это диссертации, которые посвящены изучению языковой личности, в том числе политика, что актуально и интересно сейчас. Это диссертационная работа и докторская диссертация по художественному дискурсу, то есть по особенностям языка современных нам авторов. Кроме того, диссертационные работы связаны с особенностями языка представителей отдельных профессий. Это также и диссертационные работы, посвященные изучению языка в диохронии, то есть устаревшей лексике и особенностям ее соотнесенности, репрезентации в языке современном русском. Результаты исследований филологов публикуются в солидных научных изданиях. Есть в университете свой научный журнал «Вестник ХГУ». Пока он имеет статус рецензируемого, но планируется подготовить документы для включения в «Вестник ХГУ» в список ВАК. И тогда он будет причислен к самым престижным научным изданиям страны. Работы наших ученых известны не только в России, но и за ее пределами. Нас приглашают к участию в различного рода конференциях, в том числе и международных. И все это может сказать о том, что действительно большая филология есть в Хакасии. Так же, как и большая физика, большая ветеринария, большая экология, медицина, история и многие другие научные направления, в которых работают и весьма успешно ученые Хакасского государственного университета. Субтитры создавал DimaTorzok